сегодня мы идем с вами за давно давно мы не были в заре я очень надеюсь что она меня приятно удивить хотя надежды меня мало так ну что тут серенькая все серенькая серенькая последнее время в магазинах такая шняга и такая скукота не так как-то все это грустно и печально что я захожу я что-то конечно примеряю но я честно говоря не очень всем этим довольна ну давайте посмотрим может быть мы найдем что-то интересное что-то что нам действительно что-то что нас удивит покорит так одна группа стоит красивое пальто вы знаете у них неплохие вот пальто 370 долларов у них неплохие пальто в этом сезоне но все остальное какое-то это сомневаюсь стоит ли мне снимать в зале или сразу эти примерять потому что что-то мне ничего не нравится ой наконец-то появились красные обещанные нам красные красные вещи которые цвет сезона красный свитер ну ладно может быть я возьму свои слова назад красное же пальто за 270 долларов похоже я примеряла в и чины но здесь по моему она сделана из шерсти видите вот это вот вот эта ткань у них немного должно быть шерсти в этом пальто такой вот закете красненький в общем а ну и конечно у нас уже пошел пошел новый год трюля-ля юбчонка в пайетках и блестках но такой я пока мерить не буду полушубочек я пока новый год мерить не буду а так по-прежнему очень много серого и чуть-чуть красного прям реально чуть-чуть колготочки вот с блестками за 20 долларов все сразу вы видите все такое так что здесь такой красный ладно потом посмотрим что красная вообще общий фон конечно то серо-бежево серо-бежево-коричневый серо-буромалиновый серо-бежево-коричневый какие-то новые украшения появились сердце сердце за 30 симпатично какой-то веревочки сердце тебе не хочется покоя сумочка такая интересная смотрите и тяненько почем по 100 интересно может даже кожа но вряд ли так что-то блестящее кто-то сюда плюхнул это кофточка чтобы вы понимали это не бусы это кофточка ну короче в общем вы видите я так вожу камеры вожу по залу и вы видите что здесь какие тенденции тенденции все те же кроме вот новогодних красот с пайетками которые мы будем беремерять попозже все-таки не сейчас все-таки не сейчас все-таки еще рано мне кажется как-то хотя я вот снимала в одном магазине у нас все в елках уже то платье но только тяжелое 80 долларов классно я люблю такое я вам хочу сказать что вот эти вот пайетки когда они черные это еще как бы вот такие вот зеркальные такие вот они очень прибавляют объемы очень 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 и вот есть такие же брюки под эту блузку и вот есть такое такая такая за 70 долларов тоже вот топ или платье кого знает не пойму пойдемте украшения просматриваем и пойдем в примерочные я все-таки попытаюсь что-то найти что-нибудь найти очень красиво очень красивые серьги еще одни очень красивые серьги они сразу не комментируют от свечу есть такой вот клипсы это все шикарные обожаю обожаю прям бриллианты вот такой вот чокер интересный посмотрите какой он интересный 45 долларов тяжелый очень здесь на что конечно вес что браслеты польца и браслеты разве же я тебе не покупал это у меня это у меня тюремная америка прошла так пойдемте посмотреть что мы можем найти интересному по примерять еще хотел вам показать вот эти вот ботинки такой платформой это сейчас виск по-моему кто-то сделал их армании или кто-то сделал их они стоят 99 долларов но вот это вот сейчас платформа вот такая вот блестящая это самый-самый виск сезона они такие ткани ботиночки с острым носом очень-очень модные сейчас я вы в примерочной в заре несмотря на то что я сказал что я не собираюсь примерять никаких блесток посмотрите что я принесла все равно как бы люрекс и блестюшки наше все вот такие вот такой интересный свитер но они давно уже делают вот такие металлизированные свитера здесь у меня юбки полупальто сюрприз кожаные шорты кожаный биджачок в конце надену повесели вас так я сегодня на мне пальто из зареже купленная позапрошенным по моему зимой юбка свитера не помню откуда сапоги в общем вот такая вот я бусы заровские же тоже в общем вот так вот я сегодня одета так я ходила на работу первый комплект у нас это юбка и свитер я что-то схватила медиум наверное надо было ларч или это ларч я не помню я посмотрю в общем короче у меня были сомнения может это и ларч у меня были сомнения в размерах мне казалось что он очень большой этот свитер он красивый он в дырочку и с люрексом вот здесь вот такая коса посредине я ужасно люблю вот такие юбки это юбка она на резинке и она такая немножко вот из такой вот сжатой при собранной ткани она очень хорошо закрывает все недостатки при этом они не очень дорогие эти юбки но смотрится они очень эффектно они недорогие за счет того что вот если вы обратите внимание здесь в центре есть шов по моему да то есть она сшита из раз два четырех кусков что конечно ее удешевляет но на вид это вообще никак не влияет потому что это совершенно не видно что в центре шов благодаря вот потому что здесь нет рисунка на ткани и нету вот этого вот и вот это вот ткань такая сжатая знаю что со стиркой но вы знаете что я умеет такие вещи я просто скручиваю такую трубочку жгутик такой вещь так скручиваю и закручиваем мешочек и стиральную машину и она прекрасно и не кладу в сушилку потом а сушу потом как есть то есть вот как-то раскладываю или вешаю но это чуть-чуть заморочка но она того стоит если честно я очень люблю вот такой вот жатую ткань она так красиво ложится красиво струится скрывать все наши недостатки стоят бюджетно и в общем так совсем неплохо и вот такой вот свитер у меня внизу мой топ потому что он совершенно весь дырявый смотрите вот так выглядит этот комплект вместе в общем вот так выглядит комплект это знаете беспроигрышный вариант вот такая вот шелковая юбка и свитер сверху который такой во-первых он закрывает живот закрывает полку закрывает все ваши так сказать скажем части тела которые вы хотите прикрыть но в то же время это так элегантно красиво по моему на мой взгляд не скучно довольно так интересно кстати цвет у юбки очень симпатичный я еще принесла такой как бы жакет смотрите он довольно дорогой сколько он стоит дорого потому что в нем там шерсть какая-то на мишу 200 долларов подрежет кетку и все значит в нем какая-то намешана шерсть поэтому они его очень так не дешево оценили вот такой коротенький это по моему размер чуть ли не смог потому что они очень такие объемные широкие большие немножко напоминает такую какую-то робу ну в принципе очень интересно вот если надеть его с какой-то такой яркой юбкой да я померилась с свитером а в принципе вот мой даже свитер такой оранжеватого цвета бы если вы вот надеть вниз поедами сейчас попробую чтобы вам показать как это выглядит если внизу яркий яркий комплект и вот такой вот сверху такую знаете размахайку я не знаю как это называется жакет такой большой широченный прям широкий беременный хорошо серьезно стоит на животике назовется отлично вот ну в принципе это как бы так специально смотрите во первых как хорошо подходит мой свитер к этой юбке прямо очень во вторых вот видите так намного мне кажется интереснее вот с этим свитером было как-то такое бежевое на бежевом как мне объяснить эти этикетки они портят весь всю картинку а вот с таким вот свитером по цвет юбки очень этот пиджачок выглядит намного интереснее я вам сейчас покажу вместе всего одним одним кадром чтобы лучше было видно он конечно такой немножко мешковатый мне кажется в этом здесь какая-то сейчас можно такой да почему-то по-моему смог или медиум вещи сам покажу и вместе посмеемся так я снимаю потому что я забуду здесь столько ингредиентов в этом свитере значит 7 процентов шерсти и 23 процента вискозы это хорошо все остальное акрил полиэстер и тут еще немножечко вот этого вот дюрикса 6 процентов вот этой вот металлизированной нитки вот и выглядит он вот так в общем короче в нем 7 процентов шерсти и 20 с чем-то процентов вискозы как можно было намешать столько всего в одну нитку я не представляю как они это делают но как то же дело так юбка сделана сто процентов полиэстер 65 долларов она стоит вот ее номера и видите это размер medium large то есть у них есть extra small small medium large вот такие размеры потому что она реально безразмерная она здесь вот у нее резинка сверху да и вот это вот вся вот это вот как фре вот это она растягивается тянется во все стороны в общем короче я не знаю может быть кому-то кажется что это дешевая дешево выглядящая юбка но мне вот нравится реально нравится такие и пальчишечко а сейчас я посмотрю какого состав минуточку так и пальто вот это вот она сделана из стопроцентной шерсти представляете стопроцентно а подкладка 76 лиацелл и и сколько ты все остальное синтетика и 24 полиэстер то есть вот понимаете она сделана из стопроцентной шерсти вот написано что ткань премиум премиум качество размер смол да это размер смол как я вам и говорила о нем очень большое а написано что в блендер то есть как будто с примесью шерсти а на этикетке написано что стопроцентно в шерсти ну не знаю не знаю судя по цене это шерсть 200 долларов она стоит хотя не знаю смол видите есть экстрасмол смол medium large экстралаш она очень большая вот этот куртежка прям реально очень большая смол мне прям даже очень свободно я в него помещаюсь подкладка такая интересная интересная вещь конечная неординарная необычная симпатичная мне нравится смотрите как я вся блестю это еще не рождественские новогодние наряды но тем не менее блестю я очень но это такие свитера знаете у них уже несколько лет не только у них конечно продаются вот эти металлизированные свитера я не знаю как они стираются я думаю что если вы вернуть его на левую сторону а я посмотрю сейчас почитаю насчет стирки если там не значки эти которых я не понимаю то я надеюсь что я прочитаю и вот такая вот же юбка смотрите какая она классная она вот так вот здесь вот сверху не пояс а вот такая вот просто рулька такая из перец шов но он видите немножко не обработанный помните я примеряла в косе юбку она тоже такого была типа тоже швы вот эти сейчас вот эти они те швы делают вот так вот не немножко так из с этим вернее они ушел обработаны ну как бы вывернут на правую сторону шовка выглядит как будто бы это на левую сторону на самом деле направо короче мне нравится комплект мне нравится вот это блестение все но в то же время это как будто свитер такой худи у него есть капюшон я не очень люблю капюшон на свитерах потому что под пальто его надо вытаскивать в общем можно вытащить но он как бы вот у меня волосы он там мешает нет ничего короче вот такой прикольный костюмчик мне очень нравится очень несмотря на то что я блестю как рождественское яйцо или яйца рождественские чё там блестит рождественские яйца не блестят вообще это яйца эти пасхальные почему рождественское яйцо рождество нет яиц тем более блестящим блестящие яйца это не это другое все-все забудьте забудьте что я все это вот это вот произнесла в общем короче мне нравится этот блеск матовый такой ну как бы это худи такой какой-то свитер худи но он будет плести то есть в нем есть такая кежуальность и в то же время в то же время блеск блеск и нищета плеск и нищета картизана французский фильм моем детстве наверное в вашем это было вообще что-то что-то французское невероятное вообще что-то что-то заграничное и юбчонка свитер сделан конечно из 100 процентов акрила размер его medium но и он не очень маленький нормальный такой вы видели вот его номера стоит он 80 долларов и написано что стирать его можно и руками и в машинке и как хочешь при тем низкой температуре не больше там 40-30 градусов и вот здесь вот я пыталась понять что здесь написано здесь написано просто что поскольку вот этот изделие сделано с добавлением фойла ну как бы фольги до специально специально как бы специальные фольги у него могут быть разные варианты яркости и в цвете как выглядит этот как выглядит ткань вот ну и написано что следуйте значит инструкции по стирке да ну в общем что может быть разность разные свитера могут отличаться по цвету по яркости поскольку вот это вот вот этот вот вот эта фольга она не является как бы такой постоянной величиной а может меняться в зависимости от изделия в общем вот так вот он сделан сзади капюшон и изнутри видите он выглядит вот странно такого просто такой вязаный как будто крупно вязаный свитер и сверху вот как-то вот это вот все покрывают этой фольгой я не знаю честно говоря за счет как это носится качество девочки боюсь боюсь говорить на ваш страх и риск так юбка сделана из 80 процентов вискоза 20 полиамид то есть не достаточно много вискозы стоит она совсем недорого 56 долларов прям прям хорошая цена значит размер large я даже удивилась то что она узкая она вот не такая клешная как это на резинке она узенькая и ларочными на лес и вот я вам ведь вот пыталась изобразить вот как сделаны вот эти швы как бы они как будто бы все наизнанку должен это должна быть изнанка на самом деле вот сейчас вот делают вот в косе тоже была юбка подобного плана сверху у нее такой рулик как-то за лента тесьма не ловите меня на слове и внизу внизу тоже она видите как не очень-то не подложена просто вот такой вот ну что в такой обработке и сзади у нее есть разрез молния конечно же и вот такой разрез мне прям она очень нравится прилипка прямо очень прямо так я задумалась даже подождать из продажи или нет хорошо она довольно дешевая но я четко как-то мне сейчас нет настроения особо ничего покупать ну просто хор юбка неплохая и к тому же она почти 80 процентов вискоз я хотел сделать шок-контент но шок-контент не получился потому что шорты довольно длинные и я взяла размер побольше на всякий случай экстра ларч и они мне великоваты потому что они висели в отделе где продается молодежная одежда я подумала что уж там мне нужно экстра ларч точно и видите они мне как бы так можно сказать болтаются нам но ладно пусть лучше будет побольше чем они бы на меня не влезли и вот такая вот куртейка уже под кожзамки моя такая черная мой черный ток который на мне был вы знаете шорты неплохие большие немножко если бы они были вот так вот смотрите размер меньше и выглядело бы это вот так наверное было бы лучше а вообще они в принципе очень очень неплохие они не очень короткие я почему-то думала что они прямо очень короткие вот с такими не очень такими довольно толстыми колготками высокие сапоги мне кажется это очень клёвый комплект курточка ларч но курточка такая знаете коротенькая широкая такая расклешенная на мне плохо видно я вам даже не лучше покажу на вешалке тканьшку за все но в принципе такое хорошее качество приятно ну в общем такой прям рукодрол костюмчик ничего так мне понравилось вполне можно носить если вы любите кожзаму если вы любители черного черной кожи всего-всего-всего вот этого вот всего вот этого вот гранжа такого знаете то вполне вполне он неплохой шит так неплохо выглядит вообще неплохо и вот этот фасон что он в общем-то этот жакетик такой коротенький только не нравится воротник его прям такой подголи вообще здесь надо отрезать этикетку видите ну такой широкий классный мне понравился смотрите я померила это с моим пальто шорты ну просто чтобы вы понимали можно надеть шорты вот это вот вот эту трубашонку и длинное пальто на улице вы будете прикрыты от холода но внутри у вас под коротенькие шортики они видишь коротенькие я бы даже сказал вполне себе приличная длина для любого возраста шортики вообще дешевые вообще 46 долларов стоит размер экстра large вот то есть мне нужен был бы large наверное вот их номера вполне бы сошел и large ну состав я не не оглашаю потому что понятно что тут за состав кожзам кожзам экологически чистый кожзам экологические кожи как-то значит топ 45 46 американских долларов значит наши где-то наверно ну в районе 50 размер large но она очень широкая она может быть любого я могу и видим запросто и даже смог потому что посмотрите видите какая в ней ширина как бы вам показать то посмотрите она очень широкая просто такая знаете распашонка размахай к сзади у нее видите вот такая складочка прям вот вот смотрите видите я не могу дальше отойти потому что у меня стенка за мной вот такой вот ширины прям только широкая широкая вещь ну вот такой вот костюмчик бюджетники но прикольный я бы сказала если вы хотите по похулиганить похиповать ну что ж друзья мои вот такие у нас сегодня были примерки вы видели все дурекс нет это фольга люрекс кожа я сегодня конечно дала но еще новогодние мы не примеряем новогодние будет еще не сейчас все эти пайетки и все вот эти вот стразики это все будет попозже на 4 ноябрь начало счета нового года у нас что у нас два месяца почти господи два месяца до нового года не могу в это поверить все всех люблю целую с вами была дита всем привет с канады пока вы копали